Добрый день! Здравствуйте! Сегодня давайте приготовим пончики с кремом. Для этого нам понадобится теплое молоко, масло растительное, вода, яйцо, сахар, соль, дрожжи и мука. Ингредиенты будут описаны под видео. Первым долгом разведем дрожжи. Нам нужно теплое молоко и теплая вода. Насыпем сюда сахар, дрожжи. Разведем эту молоко хорошенечко. Добавим 1 треть муки. И соль. Накроем полотенцем и дадим отдохнуть минут 20. Тесто наше подошло, вернее опара наша подошла. Теперь взбиваем сюда 1 яйцо. Добавляем муку. И наливаем масло. Добавляем муку. И замешиваем тесто. Месим тесто до тех пор, пока оно отстает от рук, видите, оно уже не так пристает, значит тесто уже готово, оставляем в этой же посуде, накрываем крышкой и даем отдохнуть полчаса, час, но не больше. Вы можете переложить в другую посуду, но мы все равно потом еще будем его месить. Оно липкое, такое мягкое, видите, закрою крышкой и оставлю. Теперь нам надо приготовить крем, я буду делать крем шоколадный, для этого нам понадобится какао, сахар, мука, яйцо и молоко. 200 миллилитров, сейчас мы его отмерим, желательно жирного, если вы не будете добавлять масла, а если будете добавлять масло, то можете его взять и обезжиренно. Теперь я чуть-чуть подогрею молоко, яйцо и сахар, часть сахара, хорошенечко взбиваем, чтобы не пахло. Теперь добавляем сюда муку. 1,5 ложки. Мешаем. Если добавляем яйцо, то муку надо добавлять меньше. Мне нужен густой крем, поэтому я добавляю 2 столовые ложки муки, 1 яйцо, и теперь, когда у меня всё хорошенечко, без комков размешалось, я сюда добавлю молоко, тёплое, не горячее, и тоже его хорошенечко размешаю. Ванилина нам не нужно, я сюда добавлю какао, всю пачку. И тоже хорошенечко смешаю всё. А после зальём это в молоко и сварим до густоты. У нас получился вот такой густой крем. Видите, какой он густой. Я сюда добавляю, пока он горячий, я его сняла только что с огня, добавляю сюда масло. Грамм 20, 30, 50, смотрите, как вам нравится. И даём этому маслу здесь хорошенечко разойтись. Мешаем до тех пор, пока масло разойдётся. Пусть остывает. Скажите, крема мало, так кончику мало крема уделяется. Прошло полчаса, и наше тесто подошло, как видите, его тут стало очень много. Подсыпаем стол мукой. И начинаем хорошенечко его висеть. Не бойтесь его сминать. Выпускайте с него весь воздух, вот этот, который он... Хорошенечко всё вот так. И начинаем месить. Как видите, больше муки нам не понадобилось. Оно не пристаёт к рукам. Но месить его надо обязательно. Теперь я обсыпала его мукой. С обеих сторон. И буду раскатывать. Оно очень хорошо раскатываю. Вот я его раскатала почти на весь силиконовый коврик. Вот его толщина, где-то сантиметр. И сейчас буду вырезать кружочки. Можете сделать маленькими, можете сделать чуть побольше. Наверное, я сделаю их маленькими. Я сделаю и маленькие, и большие. Ставим сковородку на огонь. Наливаем масло. Как видите, его там не так уж и много. Тоже где-то один. Теперь, когда разогрелось масло, можем уже опускать туда наше тесто. Наши пончики. И они постепенно будут жариться. Но не делайте огонь сильным. Чтобы они у вас успели пропечься внутри. Вот таким образом они улучшаются. Как вы видите, мы уже пожарили наши пончики. И дадим им остыть. Как только они остынут, мы будем их заполнять нашим заварным шоколадным кремом. Вот теперь наши пончики немножечко остыли. Посмотрите, какие они хорошенькие. И я наполнила шприц. Хочу их заполнить кремом. Не очень много. Будем заполнять их кремом. Получается их довольно-таки много. Можно сделать и вот такие маленькие. И кушать вот так. Это очень вкусно. Я хочу вам показать, какие они внутри. Какие они мягкие. И вот какие они внутри. Мягкие как пух. Внутри пористые. Полностью пропеклись. Начинки здесь не так уж и много. Ну и немало. Начинка сладкая. Ну вот и всё на сегодня. Спекли мы свои пончики. Красивые, пушистые. Показала я, какие они внутри. Могу ещё раз показать. Посмотрите, какие воздушные. Тают во рту. Ой, 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 ой. Вот они какие внутри. Я думаю, вы всё увидели. Ну что ж, желаю вам удачи. Вы тоже готовьте. Делитесь видео с подружками, со знакомыми, с соседями. Пусть они тоже готовят эти пончики. Они очень легко готовятся. Вкусные. И довольно-таки много получаются. Можно её сделать большими или маленькими. Ну а пока, пока прощаюсь с вами. Всего вам доброго. Не забывайте ставить лайки и подписываться на канал, если кто-то не подписался. А пока, пока-пока. Удачи вам!